В 2019 году вы устраивали митинг в поддержку Телеграма, и тогда мэрия запретила вам раздавать шары воздушные. Но вы их все равно раздали, чтобы сделать красивую картинку для Павла Дурова в обмен на поддержку, которую он этому митингу обещал. Вы знали, что людей, скорее всего, задержат за это, потому что был запрет, но вы все равно выбрали сделать картинку и, получается, подставили этих людей. Нет, это не так совершенно. Запрет был на то, чтобы запускать эти шарики. Шарики запущены не были. Запреты на то, чтобы эти шарики раздавать, не существовало. И, более того, не существует разумной причины для того, чтобы запретить людям ходить по улице с шариками. А те риски, о которых предупреждала мэрия, которые вы вспоминаете, это риски, которым подвергались организаторы митинга. То есть это риски, которым подвергался я и заявители, с которыми это подробно обсуждалось. То есть никакой угрозы людям, которые пришли на митинги, не было. И, более того, ни одного человека по этой причине тогда не задержали, не осудили. То есть это чистая выдумка, которая ходит по интернету, которая к реальности не имеет никакого отношения. Тем не менее, была достаточно такая острая дискуссия, связанная с этим, в оргкомитете, в либертарианской партии. И Баженов тогда как раз пытался призвать вас к тому, чтобы не раздавать шарики, потому что это как раз-таки будет опасно для митингующих. Есть переписка, в которой он просит вас этого не делать. Да нет, я... Ну вот, смотрите, Григорий Баженов говорит о том, что это действительно как бы не for no reason запрет этот существует, потому что шарики могут улететь, могут вылететь на проезжую часть. Их много это опасно. Он говорит, в общем, это кажется красивым и эффектным, но при этом мы в центре, шары могут не полететь. Или вообще с ними никого не пропустят. Концертные площадки – это одно. Центр города с активным дорожным движением – другое. Я, скорее, говорю о рисках. Кто его знает, какие будут последствия для организаторов. И вы ему отвечаете. О, ключевое слово для организаторов. Это очень важный момент. Я на этом акцентировал. Хорошо. Организаторы решали, какие они риски на себя берут. Да, продолжайте. Я, можно, ваш ответ прочитаю. Давай я себя перефразирую. У нас либо будет поддержка Дурова, либо ее не будет. И она зависит от того, смогу я обеспечить ему кинематографическую картинку, либо не смогу. Идея шаров выиграла его поддержку. В других, которые я озвучивал, этого нет. Нет, то есть, несмотря на риски, неважно, для организаторов, для людей, все-таки вы выбрали картинку. Я считаю, что есть... Там ключевое слово прозвучало для организаторов. Я был организатором этого митинга. Это риски, которые я был готов на себя брать. А не те, которые вы описываете. Потому что, конечно, они звучат абсурдно. Кому там повредит летающий шарик. Но организационные риски – это совершенно нормальная вещь. Любые решения, они принимаются в результате взвешивания тех или иных рисков. Я риски на себя брал. Я неоднократно сидел. Сидел за куда более абсурдные вещи. И здесь меня это совершенно не смущало, разумеется. Михаил, а почему, вот, слыша все это, я должна вам верить и не думать, что все, что вы говорите, это как раз сказано вот в рамках реальной политики? Потому что я не обманул, я не сказал ни одного нечестного слова. Вообще более прозрачного человека в интернете, чем я, не существует. Хорошо. Тогда давайте у нас хороший переход. Поговорим о клубе «Новая искренность». Прогремел очень коротко клуб «Новая искренность». Вот хотел спросить, считаете ли вы себя искренним? Но вы уже ответили, что да. Вот вы искренний человек. Такое название. Да, я считаю себя искренним. Иногда в ущерб себе, в том числе и в ущерб политике, которой я занимаюсь. Ну, что ты поделаешь. А какой-то конкретно можете привести пример в котором вы себе навредили, говоря слишком откровенно? Возможно, не стоит высказываться на все темы, на которые я высказываюсь. Не стоило писать огромное количество вещей, за которые мне прилетает до сих пор, потому что защищать свободу слова – это всегда трудно. Лицемерие, к сожалению, очень легко конвертируется в политический капитал. Это что-то, что я никогда не делал. Если бы был лицемернее, я был бы более успешным политиком наверняка.